И то, что пророк, то есть из основ Сунны, вот здесь поподробнее нужно будет разобрать, то, что пророк Салалллу Али36 видел своего Господа. И это пришло в достоверном хадисе от пророка Салалллаху Алиuwасаляма. Привел его Катада от Икрема от Ибн Аббаса, также привел его Хакам Ибн Абан от Икрема от Ибн Аббаса, также его привел Алибну Зей, то есть поэтому мы читали, кто такой этот Алибн Зайд. Алибн Зайд от Юсуфа ибн Мехрана, от Ибн Аббаса, и этот хадис у нас, имам Ахмад говорит, как он пришел, так мы в него и верим. Как это пришло от пророка, и говорить о нем, как-то, то есть, опровергать его и так далее, это беда. Но, говорит, мы верим в него так, как он пришел, то есть верим, явно и понятный смысл этого хадиса, и ни в коем случае ни с кем не спорим на эту тему. Тамак. А, что, как, что считаете на эту тему? Про колесо я сам видел Господа своего или нет? В этом, братья, есть разногласия. В этом, братья, разногласия. Имам Ахмад сказал, что говорить об этом беда и так далее и тому подобное. Либо мы найдем правильное понимание слов имама Ахмада, либо же скажем то, что он здесь немножечко ошибся. Почему? Потому что у нас есть, братья, другие хадисы. Хадис Абу-Дарра, хадис Аиша, которые говорят, что пророк Али-Ассам не видел своего Господа. Что значит не видел? Говорят, видел, но ру-я-калбия, то есть, видел своим сердцем. Либо видел во сне, либо же видел свет. Потому что сам пророк, саллаллаху Али-Ассам, и это даже приходит в хадисе того же Ибн Аббаса, который, чей хадис приводит имам Ахмад, то, что Нур, я видел Нур, я видел свет, как я увижу его. То же самое, то есть, хиджаб был между пророком Али-Ассам и Аллахом, был хиджаб. Была зависть. То есть, пророк Али-Ассам не видел своими глазами, когда был в Мирадже, этот самый Аллах. Говорит Аллах, Субхану Ата-Аля, в суре Ан-Наджим, в 11-м аяте Аллах, Субхану Ата-Аля, как описал это? Сказал, сердце не лжет в том, что оно видело. Опять же, усиливая то мнение, что ученые говорят, что видел пророк Али-Ассам его сердцем. Видел сердцем, имеется ввиду, видел либо во сне, либо как вот пришло, видел сердцем. Видел сердцем, значит видел сердцем. Как-то мы были с одним шейхом, читали вот эту вот книжку. И мы с братьями как-то у нас не совсем поняли, на русском языке никто не говорит. Рубьяхтальбия на арабском, это нормально понятно, то есть фраза имеет место быть. На русском языке, ну я не знаю, никогда не слышал, я тебя сердцем своим видел, что не говорят так, так же. То есть во сне видел или же как-то представил и так далее. Можно еще сказать. И мы шейха несколько раз уже надоели ему вопросом. Шейх говорит, как Рубьяхтальбия? Он говорит, откуда вы? Он говорит, с Россией. Говорит, вы что европейцы, что россияне. Говорит, вам всегда надо все точно, четко. Говорит, так у нас нету шейхи. Так же говорит Аллах, в 12 аяте, то есть и так же он видел его еще раз, говорит Аллах, и как сказал пророк Али-Сарат, и как пришло это в хадисе имама Муслима, то, что пророк Али-Сарат дважды видел его своим сердцем. От Ибн Аббаса, братья, не приходит достоверно ничего, где он сказал, что пророк Али-Сарат видел его своими глазами. Пришло, что просто Аллах, пророк Али-Сарат видел его. То есть смотрите, братья, мы должны вот так. Мы верим в тексты, братья, шариата все, не какой-то отдельный текст от отдельного, потому что мы не заблудшие. И у нас, смотрите, приходят риваят от Абузаррая, приходят от Аиши, что он видел его сердцем. Или же не видел. Есть риваят, что Аллах, пророк Али-Сарат не видел своего Господа, есть риваят, что он видел его своим сердцем, и есть риваят от Ибн Аббаса, что он видел своего Господа. Теперь давайте соединим. У нас, смотрите, шариат противоречит Может друг другу, Аллах может противоречить пророку Или пророк может сегодня сказать то, что Завтра говорит, нет, я Что-то опровергаю себя до этого Не может быть такого, ну кроме как Если это отмененное, то это уже другая тема Теперь возьмем вот эти три понятия Один говорит, как Айша говорит, что Аллах Пророк Али Сацар не видел Аллаха Именно Аббас говорит, нет, видел И если у нас так жревает, что он видел его своим сердцем Что говорим? Говорим то, что Айша, когда говорит, что он не видел Что подразумевает, не видел своими глазами Когда Ибн Аббас Говорит, что он его видел, подразумевает, что Видел своим сердцем, почему? Потому что у нас есть Третья ревая, которая говорит, что видел он Своим сердцем, понятно? То есть вообще никаких Проблем нету соединить между этими тремя темами А? Видел свет, какие проблемы? Видел свет А? Сейчас мы все вначале эти темы прочитаем Ибн Хаджар говорит Хафиз Ибн Хаджар говорит, Ибн Аббас Говорит, от Ибн Аббаса Самого же пришли некоторые тексты Такие, мутляк, мутляк, братья, в шариате Подразумевается то, что нету У которого нету никакого кайда То есть это что-то сказанное так Не поясняя Какой именно, о чем именно идет речь В общем, то есть, как это сказано А другие есть поясняющие тексты И поэтому в шариате, братья, тот, кто знает из вас Изучал науку, усуль фикха, основу фикха Зная то, что у нас правило, братья То, что в шариате Что обязательно, если текст вышел один То есть общий А другой поясняющий То обязательно надо этот общий пояснять Поясняющим текстом То есть он приходит для этого То есть мутляк, юхмар аля мукаед Это правило говорится В усуль фикха Также говорит То, что мы сейчас сказали То, что мы можем объединить между хадисом Ибн Аббаса и Аиши То, что Аиша отрицает видение глазами А Ибн Аббас подтверждает видение сердца И когда мы говорим То, что он в сердце Видел, это не значит Что он просто узнал Что есть Аллах Значит, увидел своим сердцем Вот в сердце Аллах Пророк Али-Ассам увидел Аллах Почему? Потому что Нет было нужды Пророк Али-Ассам узнавать О своем Господе Он всегда знал Что у него есть Господ И так далее Также сказал Шейх Аль-Альбани Рахима Аллах Про хадис Ибн Аббаса Говорит Опять же Шейх Аль-Альбани Говорит то же самое То, что этот хадис Не понимается И в нем то, что он То есть видел именно глазами А Аиша не отрицает Видение сердцем То есть, опять же Мы соединяем это таким образом То есть, одно другому Не противоречит Также в хадисе Абударра Пришло Ради Аллаху Анху Который привел Имам Муслим Саальту Расулю Аллахи Саллаллаху Али-Ассаляма Халь раэйта Раббак То есть, братья Вот это прям четкий хадис Говорит Абударр Видел ли ты своего Господа Пришел Прямой вопрос Задал пророку Али-Ассалям И посланник Али-Ассалям Что сказал? Нур Я видел свет Как я увижу своего Господа То есть, глазами он видел Только свет не видел То есть, была зарвеса Которая светилась И он не мог увидеть То есть, ничего Понятно То есть, этот хадис Как будто бы Опровергает хадис Аиша Но, опять же Нету никакого Опровержения Как мы сказали И Аллах И этот самый Понятно Ну и также есть То есть, приходит Малкуф от Аиши Радей Аллаху Анна Малкуф, братья Тоже можете записать У нас делятся Ахары Ахары мы что сказали? Это предание Предание, братья Неважно, бывает оно От пророка От сподвижника Или же от кого-либо другого Все это называется Ахар предание И они делятся Братья на три Есть Ахар марфо 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 с арабского языка Переводится как Восходящий Восходящий Это пророка Мухаммада Саллаллаху Алиху Саллаху То есть, это слова пророка Если говорят Аиша Это марфо От Аиши Восходящий Имеется ввиду Аиша говорила Что просланник Алиху Саллаху Алиху Саллаху Дальше есть братья Маукуф Маукуф Это остановленный Мастома остановленный Это тот Это тот Ахар То предание Который останавливается На ком Сподвижнике Маукуф Второй Маукуф Слово Ваккафа То есть, остановленный На сподвижнике Пророка Третий вид братья Макто Макто, можно сказать, обрубленный, обрезанный И так далее Это говорится о том, что сказал Таби'и или же кто-либо другой Таби'а и таби'а, таби'а и так далее И тому подобное То есть, например, приведем на каждый пример Марфуа, какой пример Марфуа? Кто-нибудь какой-нибудь пример даст мне на Марфуа? Асар Марфуа какой? Кто знает? Любой хадис братья Нет, самое легкое Хорошо, Маукуф, кто-нибудь знает Маукуф, Ахар? Да, нет, Маукуф От сподвижника Да, правильно Али сказал Не послать ли меня тебя с тем, с чем меня послал В свое время посланник Аллаха Чтобы ты не оставил, из того, что он сказал, чтобы ты не оставил Ни одну могилу, кроме как, сравняв ее с землей Не оставил ни одно изображение, кроме как Стер его Или же убрал, кого уничтожил И Мактуа, это как то, что мы здесь половина книги читаем Это любой Ахар от кого-то Абьина, Абьина и так далее И тому подобное Это называется Ахар Мактуа И они все три бывают либо достоверны, либо недостоверны И вот здесь Иба Шиха Л'Альбани говорит об этом То, что от Аиши говорится То, что в Тафсире Он его видел еще раз То, что имеется в виду здесь Джибриль Но опять же мы говорим, что Как Шиха Л'Альбани сказал Морфо, то, что восходит до пророка У нас выше в силе своего долга Чем молхов То есть даже если мы скажем Что Аиши слова достоверны от нее приходят То мы скажем, что у нас от пророка Али-Исадам приходит другой И мы оставляем слова Аиши Ради слов пророка Подобно тому, как мы оставляем слова любого сподвижника Если он противоречит пророку И оставляем слова тех, кто меньше Для тех, кто больше Если они противоречат правильному Шейх Л'Альбани говорит То, что пророк Али-Исадам сказал То есть это не было в Исра Это не было тогда, когда пророк Али-Исадам был перенесен То есть сначала в Кудас, потом был перенесен На седьмое небо, Мияраджа и так далее Это было тогда, когда он спал у себя в Медине То есть видел во сне Потому что он пришел и сказал То, что я видел своего Господа ночью и так далее И говорит, и поэтому Шейх Л'Альбани здесь как бы Объясняет слова Имама Ахмада в этой книге И поэтому на этом На этом мы берем и слова Имама Ахмада Мы как бы возвращаем к этому Потому что Даже Имам Ахмад здесь говорит То, что он видел своего Господа И здесь Имам Ахмад не говорит То, что он глазами своим видел так же Хотя, то есть можно из этого понять И многие опровергли Имама Ахмада в этом вопросе Но у нас, братья И в себе, то есть на будущее Всегда берите, братья, такое Если у вас есть возможность найти оправдание С ученым, шейхом, имамом Тем более Даже если оно отдаленное Братья, постарайтесь Лучше скажите Да, эти слова неправильно вот так говорить Но шейх, понятное дело, что он не это подразумевал Подразумевал так-то, так-то, так-то Как это, например, делается в Люма-Ту-Ля-Атикад Когда Ибн Кудама Муафух Абдулла Ибн Кудама Аль-Махдиси Он Некоторые три момента в этой книге есть Где он как будто бы говорит такие вещи Которые Говорят заблудшие Но понятное дело, что у него книга При чем-то заблуждение Но просто не так выразился Не так сказал И ученые Некоторые грубо порицают Говорят то, что не стоило ему Так и так далее Но есть другие, которые говорят Ну, не это подразумевало То есть, понятно, что он имел в виду Но да, выбраны лучшие слова Почему человек, братья? Все мы люди Все мы люди человека, как говорится Поэтому, братья Барак Аллафикум Говорит И тот, кто говорит То есть, вкратце я слова скажу Про имама Ахмада То, что Шейх Руссам Говорит то, что Не нужно То есть, спешить Обвинять его в том Что он как бы говорит Что видел глазами И тот, кто оспаривает Это, тот муптадя И так далее И тому подобное Здесь это не указывает На этот хадис Да, он приводит Хадисы Ибн Аббаса Которые, как бы Многие люди говорят То, что да Эти хадисы указывают На руку И Аббасария На то, что Пророк Алиса Видел Господа Своими глазами Но мы что сказали Что нигде Ибн Аббас не говорит Про глаза Он говорит В общем, что видел И мы берем Этот общий текст И берем Поясняющий текст И в принципе Шейх здесь говорит Шейх Валид То, что говорит Я более того Вам скажу То, что в принципе Вопрос Видения Господа В судный день То, что Исрам Иерадж Видел Пророка Алиса Своего Господа Или не видел В этом вопросе Разногласия было Даже среди сподвижников То есть, поэтому Никто не должен Говорить То, что вот Если ты сказал так То все Ты муптадя И ты основу сунны Нарушил Тогда нет То есть, если ты В общем признаешь Исрам Иерадж То, что Пророк Алиса Разговаривал с Аллахом И так далее То дальше уже Тафсиль Это уже другой вопрос Да, мы скажем Что этот не прав Потому что хадис У нас такой-то Подумно тому Как другой тебе скажет А ты это нет Это ты не прав Потому что у меня Есть хадис какой-то И имам такой-то Сказал так